Кочевничество и постоянное нахождение в сложных условиях. Такой образ жизни издавна ведут венки. Одни из них большая семья Кулбардиновых в Нерюнгинском районе. О их быте и традициях подробнее расскажут наши корреспонденты. В постоянном движении и трудных условиях у венков выработались такие черты характера, как скромность, дружелюбие, и в них совершенно нет чувства озлобленности. Семья Кулбардиновых очень крепкая, потому что сами условия их жизни диктуют им правила постоянной поддержки друг другу. Гостей они встречают очень радушно. И если к ним пришел человек после долгой дороги, его принимают с особыми почестями, так как понимают, что значит дальняя дорога. Теплая юрта, вкусный стол из натуральных продуктов. Каждый день на обед мясо. В основном дикая оленина. Женщины пекут вкусный хлеб и тулпу. А Альбина Матвеевна успевает и унты внукам шить, и рыбу к ужину наловить. Буром дырку делаю. У меня специально, я каждый год держу их в розыке свои эти зимние крючки. Именно парыши и рыбачи. Леонид Егорович – оленевод в третьем поколении. В 80-м году молодой парень пришел с армии и сразу уехал в тайгу. В 82-м году уже стал бригадиром стада, кем и работает до сих пор. Сейчас семья Кулбардиновых с 270 оленями на зимней стоянке. Зимой олени едят только мох, поэтому место выбирают с учетом наличия корма. В марте котевники продолжают свой путь на официальную весеннюю стоянку. А летом семья кочует каждую неделю. Тогда олени не зависят от корма и едят зелень в больших объемах. Именно такой образ жизни больше всего поддерживает все национальные традиции в семье. Алексей Кулбардинов – продолжатель династии. У него два сына. Младшему – 4 месяца, и он уже кочует. Мы его привезли в 2 месяца. Сейчас уже привык, адаптировался. Некоторые члены семьи живут и в городах, но приезжают с детьми в гости на выходные на стоянку. Насладиться свежим воздухом, научиться у дедушки, как правильно заарканить оленя. А также водят хороводы и в песни желают, чтобы оленей стало больше. Но большинство членов семьи не могут отказаться от кочевого образа жизни и продолжают традиции своих предков. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингри.